здравствуйте уважаемые жители гости жаркоинского района тема нашего сегодняшнего эфира туберкулез и меры по его профилактике 24 февраля по 24 марта в республике казахстан стартовал месячник приуроченных всемирному дню борьбы с туберкулезом который отмечается ежеводно 24 марта с целью повышение осведомленности общественности глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях по ликвидации этого заболевания немного истории о дате дня борьбы с туберкулезом в 1982 году всемирная организация здравоохранения был учрежден день борьбы с туберкулезом дата этого события выбрана не случайно в 1882 году немецким микробиологом робертом кохом был выявлен возбудитель туберкулеза который наименовали бациллой коха на это ушло 17 лет лабораторных исследований что позволило шагнуть вперед в понимании природы данного заболевания и выявление методов его лечения благодаря проведенным этим и дальнейшим открытием впервые был вакцинирован прививкой бцж новорожденный ребенок это послужило постепенному сокращению массовых заболеваний и развитию продолжительного иммунитета к туберкулезу несмотря на большой прорыв выявлений и лечения этого недуга он все равно является одним из самых опасных заболеваний которые требуют серьезного и продолжительного лечения а также раннего диагностирования туберкулез является важнейшей медико-социальной проблемой который наносит невосполнимый материальный урон из-за потери трудоспособности и преждевременной смерти наиболее работоспособной части населения туберкулез это опасная широко распространенная в мире инфекционные заболевания человека и животных возбудителем которого является микобактерии туберкулеза риск заражения зависит от характера и продолжительности контакта с источником инфекции высока вероятность заражения среди асоциальных слоев населения основным источником туберкулезной инфекции для детей до 90 процентов являются взрослые люди болеющие туберкулезом в активных фазах и наиболее опасны массивные бактериовыделители особенно социальные члены семьи заражение или инфицирование еще не есть болезнь исход встречи с микобактерии зависит от того насколько велика сопротивляемость организма который повышается искусственным путем это прививка и бцж и естественными факторами такими как закаливание правильный режим питания и здоровый образ жизни туберкулез у детей и подростков как и у взрослых многолик иногда протекает под маской гриппа орви затянувшихся бронхолегочных заболеваний наиболее восприимчивы к заболеванию маленькие дети подростки вич инфицированные инфицированные микобактериями туберкулеза лица из контакта с больными туберкулезом и страдающие алкоголизмом наркомании беременные женщины после родовом периоде лица с хроническими заболеваниями органов дыхания с дефицитом иммунной системы сахарным диабетом язвенной болезнью длительно принимающие гормоны и иммунодепрессанты микобактерии туберкулеза рассеиваются по всем органам но чаще конечно поражают органы дыхания как же передается это заболевание основную угрозу для населения представляет легочной туберкулез при котором путь передачи заболевания воздушно-капельный здоровый человек может заразиться от больного туберкулезом при его кашле чихание при разговоре с ним один больной открытой формой туберкулеза легких за 24 часа выделять 10 миллиардов бактерий которые при кашле разносятся по воздуху и инфицируют окружающих незначительное заражение при употреблении молочных продуктов от больных туберкулезов животных какие же пути передачи основную угрозу для населения конечно представляет легочной туберкулез как я говорила который передается воздушно-капельным путем какие же пути передачи пути передачи это контактные и внутриутробные основными симптомами туберкулеза является кашель или покашливание с выделением мокроты возможно с кровью длительное повышение температуры тела до 37 37 и 5 градусов по цельсию быстрая утомляемость и появление слабости снижение или отсутствие аппетита потеря весе повышенная потливость особенно в ночное время появление одышки при небольших физических нагрузках заболеть туберкулеза может любой человек имевший контакт с больным туберкулезом чем более тесный был контакт тем больше риск заболевания как правило развитию туберкулеза способствует снижение защитных сил организма при перенесенных тяжелых заболеваниях при неполноценном питании при стессовых ситуациях с вич инфекцией особенно восприимчивы к туберкулеза дети дошкольного возраста и пожилые люди однако не все люди которые имеют контакт с туберкулезным больным болеют опять же повторю что за защиту организма и возникновение того или иного заболевания конечно же отвечает иммунная система развитие и прогрессирование туберкулеза является результатом ослабленной иммунной системы организма факторами способствующими развитию туберкулеза конечно опять же повторюсь это основной фактор это снижение иммунитета причины по снижению иммунитета я называла ранее хочу сказать что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в зеркаинском районе относительно стабильная благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям мы отмечаем снижение показателей заболеваемости за 2022 год по сравнению с 2021 годом в 1 и 4 раза за последние годы не зарегистрирована заболеваемость среди детей и подростков декретированного контингента а также запущенные случаи также за прошлый год не зарегистрированы случаи заболевания среди контактных лиц уменьшилось количество рецидивов заболевания туберкулезом от 4 в 2021 году до 1 в 2022 году по возрастному составу наиболее подвержены риску заболевания туберкулезом возрасте от 30 до 64 лет все случаи приходится на работоспособную часть населения по профессиональному составу если в 2021 году заболеваемость регистрировалась среди пенсионеров двух случаях не работающих четырех случаях и среди прочих работающих в одном случае то за прошедший год в двух случаях среди работающих и в трех случаях среди не работающих каковы же меры профилактики туберкулеза специфической профилактикой туберкулеза конечно включает включающая вакцинацию согласно национальному календарю прививок специфическая профилактика это вакцинация ревакцинация бцж проведение диагностических проб манту диаскин тест и химиотерапия с целью профилактики и предупреждение заболевания туберкулезом здоровым новорожденным детям при отсутствии медицинских показаний в привычном кабинете родильного отделения или перинатального центра на 2 и 4 сутки после рождения проводится вакцинация вакциной бцж или вакцина бациллы кальмита герина ревакцинация проводится здоровым не инфицированным детям с отрицательной пробой манту возрасте 6 лет это в организациях образования учащимся первого класса проводится данная компания одновременно по всем организациям образования республики в первый месяц начала учебного года в сентябре в этот месяц в школах другие прививки не проводятся также проводится лицам сомнительной реакцией манту повторяется проба манту через три месяца и при отрицательном результате проводится ревакцинация вакцины бцж раннее выявление туберкулезом осуществляется медицинскими работниками всех специальностей медицинских организаций независимо от форм собственности при обращении населения за медицинской помощью в организации оказывающие пнцп и стационарной организации проведение обязательных и профилактических медицинских осмотров а также иммунизации против туберкулеза с целью раннего выявления туберкулеза используется лабораторная диагностика туберкулеза флюорография среди групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом и как я уже говорил туберкулина диагностика детей из группы риска туберкулиновая проба манту пробу с аллергеном с аллергеном туберкулезом рекомбинантным сегодня учитывая можно сказать такую сложную эпидемиологическую обстановку в целом по республике своевременном обследовании должен быть зарегистрирован к заинтересован каждый прохождение флюорографии это процедуры бесплатные и общедоступные участвовать в обследованиях должно максимально возможное количество людей при длительном игнорировании флюорографии человек может и не подозревать что он болен только в тяжелой стадии заболевания он обращается за медицинской помощью уже успев заразить своему кружек окружении как взрослых так и детей ежегодное флюорографическое обследование может оградить вас от смертельно опасных форм туберкулеза и рака легких ведь своевременное обнаружение дает порой единственный шанс на жизнь настоящее время флюорографическое обследование стало практически безвредным даже многократные исследования оказывают неблагоприятного влияния на здоровье что же делать чтобы не заболеть это конечно в первую очередь вести здоровый образ жизни не курить курение ослабляет местную защиту дыхательных путей снижает иммунитет организма в целом не злоупотреблять алкоголем это также снижает общую защиту организма питаться полноценно обследоваться регулярно как я уже повторяю что обследование бесплатное конечно не отказываться от проведения вакцинации ревакцинации так как это важнейший шаг предупреждение распространение туберкулезом дети хочу отметить что дети более воспримечивые к туберкулезной инфекцией и у непривитых детей наиболее высока вероятность заболеть туберкулезом также хотела отметить что туберкулинодиагностика это вот как я говорила проба манту проводимой детям один раз в год начиная с 12 месяцев и проба манту необходимо чтобы опять же выявить инфицированных туберкулезом детей и по результатам данной пробы уже принять адекватные свои временные меры для предупреждения осложнения заболевания спасибо за внимание будьте здоровы берегите себя